Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на второе число, пятого месяца двадцать третьего года. Исследование двери продолжается. Например, обнаружен секрет со статуями Домино Сатракса. Оказывается, что им можно поклониться для получения ящика с ресурсами. Под статуей как раз написано про поклон. Мелочь, но забавно. Нашли и гарантированную последовательность для победы в коме, хотя напомню, что особых наград здесь не выдаёт. Но упростить себе жизнь можно. Написали мне и про создание интерактивной карты Дувири на русской веке. Есть шазины, фрагменты, загадки и тому подобное. Ссылку я оставлю в описании. Похоже, что награда так и есть за сбор всех фрагментов. Вам присылают аж целое пустое письмо, непонятно от кого. Оказалось, что за именование лошади снимают платину, несмотря на тот факт, что для этой функции нужно слить кучу модуляров. Хотя да и пишут, что это баг. Непотраченную платину собираются вернуть. Обещают позже добавить и возможность управления лошадью на загрузочном экране, как с десантными кораблями. Недельный сброс уже произошёл. Однако пишут люди, что при заходе в цепь до сброса, вам всё равно выдают награды прошлой недели, если сброс уже произошёл на момент завершения миссии. Что логично, ибо нет возможности заново выбрать награды посреди миссии. Гуляет и скриншот фарма сталкера на обычной цепи, но высока вероятность фабрикации. Каких-либо патчей или реакций на отзывы не поступало в начале недели, что было ожидаемо. Среди новых багов я даже нашёл нечто типа проклятого декрета, где мой фрейм значительно замедлился. Можно ещё отметить небольшую деталь о прошлом дефстриме. Нам говорят про возврат части мира. Вероятно, что речь про утраченные острова Дувири. Фрагменты местные более подробно раскрывают эту тему. Внезапно нам раскрыли скорое завершение ночной волны. Текущий антракт уйдёт 11 мая в 9 вечера по МСК. Обычно предупреждали нас за 2 недели до конца, вместо 10 дней. Следующий антракт запустят 18 мая в 9 вечера по МСК. Среди новых деяний Дувири нет. Только недельный квест на 3 волны зеркальной обороны. Новых вещей имеется 8. Например, уже слитый ранее костюм скитальца. Есть пара очка аугментов для оружия. Окукор пополняет 30% боезапаса за каждого убитого врага. Шансы статуса и крита повышаются на 120% за каждое активное щупальце. Батакор с модом получит бесконечные пронзания насквозь для альтернативной атаки, но уже без взрыва при контакте. Поражение как минимум 3 врагов восстановит потраченные заряды и добавит 500% к шансу и урону крита для следующей альтернативной атаки. Среди косметики есть сигил кайта, скин к активно темозаражённых, глиф делюкса барока, дисплей герой Дувири и генномаскирующий набор для кобру, чтобы имитировать животные Дувири. Также за доверие можно будет купить альтернативные шлемы вороны и цитрины, плюс всякие сигилы с эмблемами из прошлых сезонов. В общем, не забудьте потратить накопленное доверие до 11 мая. Пасхальную косметику берут уже 3 мая, в 17.00 по МСК. И напоследок, Тэйшн на стране нашей продаёт омбро форумы на этой неделе. На этом всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.